господи иисусе христе сыне божий помилуй нас номер 532 события дня эпиграф 1 коринфянам 614 бог воскресил господа воскреси ты нас силой своей за 27 мая 2017 года владимир облах спасибо что вы нашли время мне написать очень много узнал об истинном православии на ваших ресурсах сайте во свете библии и на видеоканале спаси христос сегодня очень много благодарности пришло за наши ресурсы мы не публикую просто людям не просто нравится тут нет такого исполнения то нравится вот про одного прочитал поет какую песню там американскую и в сережки с сережками мужчина есть сразу схватывается и ругаются люди зачем они тебе нужно это нужно соблазн уже подал да нет бог смотрит надо откуда тебе известно бог смотрит не думай так что тебе нравится и это все главное духовно а вот если побрился он бритые и за нами тогда богу это угодно вот и по писанию посмотри и даже в земной иерусалим не запустил давид вот мы если откроем священное писание сейчас вот хочу показать книга иеремия да даже исаев может тут нескольких местах это видно вот вот господь саваоф писает третье отнимет иерусалиме иуды посох и трость всякое подкрепление хлебом всякое подкрепление водою ухватится человек как они будут жить выражение их лиц светится и против них и грехе своим рассказывает открыто как содомляне не скрывает горе души их ибо сами на себя навлекают зло значит бог смотрит на то кто у них там какие люди благо ему праведнику будет вкушать плоды дел своих а беззаконнику горе и будет ему возмездие за дела руки его дела рук колол себе уши там нарез получается вот так преклонился человек унизился муж и ты не простишь его до чего все тогда это написано то когда мы считаем книгу пророка я беру книга пророка и саю тесня друг у друга и дальше сказал господь шестнадцатый стих за то что дочери сиона надменны и уходят подняв шею и обольщая взорами и выступает величавой поступью и гремят цепочками на ногах может прицепиться за это ну что то внешнее главное сердце не тут то было считай как идет бог все учитывает оголит господь теме дочерей сиона и обнажит господь с рамоту их с рамоту то есть гениталии в тот день отнимет господь красивые цепочки на ногах звездочки и луночки но не на ногах это об ушах звездочки так серьги я жерели я пахала увязла запястья пояса и сосудцы с духами и привески волшебные перстни кольца в носу верхнюю одежду и нижнюю платки и кошельки и светлые тонкие пальчи и повязки покрывала и будет вместо благовония зловония нужно сейчас уже предвосхищая это понимать что в этом скрыта зловония вместо пояса будет веревка вместо завитых волос плеш вместо широкой пальчи узкое в речище вместо красоты клеймо мужи твои падут отмещай храбрые твои на войне и будут воздыхать и плакать ворота столицы и будет она сидеть на земле опустошенная эти как это все связано ну хорошо и это библия на кто так понимает как вот вы говорите мне зачем кто понимает открытым текстом все написано и не надо догадываться как кто понимает вот мне сегодня тут по нас кидывали из-за чего речь-то зашла вот корзину сейчас я зайду вот музыкальный триколор россии тут подкинул мне владимир мочалин вот гимн вас эти библии тут пишет это наши которые если потом он берет вот это наши крестовозвиженская христианско-православная община барнаул алтайский край деревня потеряю к глава община православных христианских миссионер гнатики и начало к наташа ресурса вот так и потом симон хорольский автор исполнитель христианских песен я сейчас покажу немного автор исполнитель я включаю сейчас вот как она будет выглядеть вот это вот хорольский как его и есть и вот он здесь поет вот здесь упоет немножко вот видите сережка на ухе у него я песни не буду брать чтобы не привязали что я его тут рекламирую нет конечно я не а песни бы говорю ни о чем а о том что тут как стали много очень ресурсов внимание дорогие слушайте это мой совет ответ на ваши комментарии по поводу этой песни не поддерживая ношение сережек мужского пола на причем мужского когда и женщинам это не положено и вот здесь дальше и как считаешь и думаешь люди не молятся богу если бы ты молился любой там я опять же скажет судишь его ну тебе еще не понятно что ли вот сережки опахала увязла бог все это ставит в укор это не нужно высшая красота человек почему я на то есть говорит когда раньше причащались храмах раньше то тело их давали в руку тело то есть хлеб давали в руку а тогда старались приносить золотые сосуды чтобы в них священник положил и златоус это осудил и говорит рука почтение золота то все лишь мертвый металл а эта рука почему в церкви поется в лепоту облещися в лепоту в лепоту то есть лепота это красота то есть христос невидимый бог второе лицо троица облегся то есть стал видимой красота лепота это человеческое тело ничего более сложного во всей вселенной нету как ум человеческий речь скотина хорошая там бывает верная собака конь но бессловесная скотина а человек может припоминать вспоминать быть благодарным за десятки лет прошло и ну и проще лепота и вдруг эту лепоту начинает лепить к ней что-то говорить нельзя я знаю это плотские люди плотские там блудные не любите мира не того что в мире это мир придумал они начинают хватать а главное это внутри так это от внутреннего и идет откуда она идет внешне ты полюбил мир руками теперь шевелишь натягиваешь покупаешь платишь деньги прокалываешь уши для чего тем более мужчина это никогда у русских людей не было нет а шатат американские дикари все это взяли там были такие люди они там высокоразвитые инки да может быть и так но остается в силе вот она пожалуйста я это не придумал еще повторяю сая пророк 3 глава 3 глава вот надо смотреть внимательно на это и маленько господь будет просвещать внешне и внутренне связано человек подумал пожелал а уже при любодействии уже плотское исполнилось да и ненавидящий брата человеку убийца только под одеялом подумал чтоб тебя по вылазила там или проще то уже с руки кровь капает по-другому и вот мирские люди выступают допустим здесь много называй дизлайки но еще сказать отзывы на комментарии можно сказать ни один не два духовных мало 23 на сотню остальное все плотское рассуждение плотское и везде обритый это ничего не значит а вот он там расстегнута верхняя пуговица ты застегни ее почему да потому что это норма масонская это в их уставе записано и вот везде или в галстике расстегнутые значит масонские выкормыши осколки зачем тебе церкви стали рисовать там то другое гласы масоны взяли тут узнал что масонов есть да выкинь ты это тебе это зачем это нужно треугольник треугольники глаз и все начинает говорить правильно и говорят не надо это я говорю у нас на иконе в жандан вилле иконы брали и там тоже так же ведь и конечно звезда на преображение это она тоже художнику отдали и все закрасили убрали имеет значение даже очень большое полбороды обрели слугам давида и он их земной иерусалим не пустил если ничего не значит зачем это писать да это в новом ветхом завете правильно написано обесчищены были очень слово очень усиливает сильный и очень сильный богатый и очень богатый так и здесь дочь дина была изнасилована написано обесчищены а здесь пол бороды обрели очень обесчищены у них одежда была обрезана одежда то она могла вообще быть на их и не быть это они для виду сделали речь не сказал что когда пришьете одежды возвращайтесь но не надо на это смотреть а когда отрастут бороды отрастут тогда запустит иерусалим а пока но пока сидите где-то не где-то в городе ерехоне проклятом город проклятие ничего не понимает и почему еретики а какой вон конфессии этот конфессии нет этого слова динаминация это два слова которыми сатана прикрыл слова ересь он поет какой конфессии спроси какой ереси этот симон относится он поет хорошо мужчина мирская песня зачем он ее поет первую очередь и сам вид говорит о чем это связано с гомосексуализмом как правило то есть садомитом так а он не такой зачем тогда это делать вот женщина идет обязательно платье разрезано сзади лище для чего чтобы мелькало просто закрыто внимание не обращает а так мелькнула глаза привлекают этом все обдумали и все эти дающие модом садомиты все сто процентов притом просто когда знакомишься узнаешь ближе то понятно имеет это значение поэтому так строго было в еврейском народе как оголит господь а сейчас не надо оголять оголит видна будет сармата на сегодня показывать идет сармату взорвало интернет две голые какие-то шлюхи идут задом сюда и в интернете взорвали интернет чем взорвали то не чистотой своей зловонием взорвали то понос прохватил их что их взорвало то крышки сорвало запоры ну ой грубые слова у господа слова эти взяты и говорит помет человеческий будет до седла помет то есть дерьмо от страха от ужаса что будет они смотрели как одевались читаешь отверженной ле мезорабли виктора гюго и там написано там она сестра с еписком по бивеню была она дева осталась и уже она состарилась и все вспоминала как она садилась кабриолет коляску эту на лошадях едет вот и поднимала платье платье это длинные были до полу то и обернулась увидела стоит там какой-то корнет и увидел ее она до щиколотки подняла платье то и она уже в старости говорит вспоминала и вздрагивала об этом он видел до щиколотки ее ногу но сравните теперь чтобы она была без платка вышла этого никто не знал у меня много фотографий старинных за одной бабушка ухаживали она была директриса александра и фотографии остались священник директриса сидят платья какие модели девочки сидят девочки вот как они выглядят но уже без платков вот показывает царицы сейчас фильм поставили такой просто хороший про царя это не картинки царица сидит грудь открыта до самых грудей и маленькие дочери туда же тянутся зачем зачем убивать вас буду в таком виде вы перед богом предстанете еще раз говорю посмотрите на старинное изображение на иконах картины сурикова поленова есть хорошая у репина не за мной посмотри как все с бородами никакой порщины нет никто не подстригал какие одеяния были имеет значение серьги ожерелья пахала вот я выказываю пояса какие они там это дорогие были этом же текст это их указывается все вот начинает умничать и видишь человек любит мир не любите мир и не того что в мире зачем писать это в новом завете но главное то сердце но сердце это и выбирает сердце то глубокие воды пропасть не того что в мире кто любит мир в том нет любви и очень достаточно 1 заповедь нарушена дружба с миром есть вражда против бога дружить миром стоит мужчина с сережками а вражда против бога ой нет это нет это и есть вражда это знак равенства стоит вот я на сегодня утром посмотрел как поет и как говорит и все ну поет там умеет составить он идет поднимается на горах я не стал показывать сами увидите вот я назвал где и что где ну просто увидеть надо сейчас я покажу еще раз где вот она как вайфаре так вот он поет это не за счет и двое их тут поют у одного такая борода сейчас это покажу еще вот он видите какой-то с бородой а тот стриженая вот а борода нормально не тронутая но мне нравится там и даже внешне застегнут нравится нравится то есть в этом смысле сережки 1 его вот это на этому хита как тоже видно сережка то есть сейчас я гляну ну да сережка видно тут есть и зачем не надо если брат соблазняется не поистине уже соблазняется многие и правильно что сделали замещание говорить не нам сразу нападают а вот так не можете петь составе до составе в горах идет еще сегодня техника позволяет снимать это проще мы жизни то его не знаем где-то нету а то мне вчера один священник а вот зачем вы показываете вот там плотину делаете то другое то есть а у меня брат сидит здесь батюшка отец таким освященник этот хороших отношениях и друг почти нападение прямо а вот зачем это показываете там батюшка идет на затем что просят люди покажите как ваша жизнь как ухаживаете за скотиной как живете чем питаетесь а отец таким говорит он мне звонит и что-то такое же сказал я хоть возьми и спроси скажи батюшка ты чем занимаешься счет доеду на машине там требы или причастить кого-то всего той агарта вещкам корм даю меня тут парень снимает приехали телевидение дт-24 россия 24 афанасьева на прошлом году у нас были когда нападение были на лагерь рост потребнадзора и она снимает батюшка как кормить скотину много снимали она у них вышло чуть больше двух процентов три процента кажется того что они сняли на четыре часа я все посчитал по процентам даже до доли процента где-то от нее не зависело это но они снимали а если ты на требах там пошел исповедовать сегодня вчера позавчера жизни то никакой нету твоя мы все показываем как в лесу на деревьях как пилим валятся деревья как дорогу тут проехать нельзя и вдруг вот бульдозер как это трасса своими силами негосударственными я посчитал за два года и тут еще маленькая захватил третий год при моей пенсии 6523 рубля у меня пенсия мне не давали работать государство меня поставила в такие условия нигде только у них единица охраны то есть с прицелом на то что пенсии у меня почти не будет пенсия бомжа несмотря на это за два года я только в землю зарыл зарыл как пишет степаненко максим более миллиона за два с половиной года более миллиона откуда деньги от бога прямо от бога скажу искушение какие идут и ни одна копейка ко мне не пристала за всю мою жизнь ни одна нигде не пропил не проел не проблудил не проездил не прозвонил у меня такая экономия что рядом сидящая вздрагивает нигде ничего не пропадает любое гнилое яблоко если нужно будет я его вырежу и затрую тогда может съесть то есть даже сказать нельзя то есть а можно более бедно бой более бедно только умереть и вот на этом на его натяге я живу и бог так делает и а вы хвалите да хвалюсь моим господом он дает жить я не понимаю что как вчера сидел только на свой костюм пришил где-то заплатно 10 сверх того что их там 50 уже почему не то что там нравится я эконом экономлю я уже не экономлю это не понимает даже там мой стиль жизни как говорил еврейка одна прикид какой вот на этом прикиде она говорит встречаетесь с евреями и любого жида за поезд заткнете а кто это сказал да королева фаина соломоновна у нас была здесь она она не была членом общины но ходила у нас здесь я попутно все хочу сказать поет он одеты и как евреи на сережка и по делу сказали симон выброси ее не надо даешь ты поешь и ну и пой песни божественно надо петь божественная есть песня восхождение там вот у баптистов хорошие прямо хорошие оттуда надо брать и петь тем более у вас тут составляет как в горах но это техника уметь я ничего-то не имею тихий склоняя так а симон хоровский ну вот и все опять вернусь а чтобы правильно прочитать здесь есть нет да вот они тут поют он гора в горах тут все это вот четыре даже поставлено так это не 4 а у него и и другие есть вот 5 6 7 8 8 9 10 11 12 еще 15 наверно возлюбил ибо так возлюбил бог мир видимо это такое благодаря господа видишь есть божественная у него тут я не слушал поэтому вот такое дело события дня это входит у меня в события какое отношение к событиям ну как так я писать не стал ничего здесь вот она симон хорольский автор исполнитель христианских песен автор исполнитель то есть он составил как вот светлана копылова я так понял это дело и пугачева иногда там свои пишут там миллион аллых роз прошло а ты пропой вот это то что я сейчас показал из библии а галит господь тебе теме теме знаете что горит и обнажет господь с аромату их а почему ходят подняв шею обращая взорами то есть накрашенные глаза сурми тут все показано третья глава исаи считай и уже тебя туда не потянет зачем тебе это нужно вот показать наши ресурсы на наши ресурсы показать это человек сразу чтобы нашел где это мой мир вот так вот здесь в моем мире вот такая у меня страница я шапки зимой фотографировался у нас очень богатый вот здесь только вот здесь моем мире 18758 фотографий наших наших то есть вот события дня берут фотографии на книги на брошюры где-то люди находят но и вот форум последние дни тут меньше стало тут то ли видимо то что весенняя работа меньше 1600 тем и вот наш видеоканал 6 миллиона 412 тысяч просмотров 7081 подписчик подписчиков за неделю почти на 50 или 60 человек увеличилось значит кому-то это надо вот батюшка я хотел сказать это что зачем-то показывать и люди хотят увидеть внутреннюю жизнь все смирнов покажет который выступает много никто из них которые дают интервью в церкви все время там или отвечает на вопросы их жизнь никто не видит и не знает а мы показываем абсолютно все все вышли из храма как мы беседуем как ведутся у нас занятия дети купаются про детский лагерь только 475 кажется роликов а всего у нас 7250 наших видеороликов вот я горячим недовольного тра дергается хрена смотрю что за поставил я вчера только вера вопросы и ответы по библии ян златоуст облекитесь как избранное божие дальше утренняя совместная молитва четвертое толкование блаженного феофилакта на луку 121 вот и предыдущие точно такие же только и другое совсем другое беседа у нас это наш видеоканал о чем и события дня вот о событиях дня как раз самый главный ресурс это православный библейский сайт вот мы показываем все как нас разгонял роспотребнадзор как встречают как мы тренировались детям чтобы дети не попали им в руки где такое есть ухватились за то что учили убегать убегать это ложь на говорит и кто-то там из епархии там один какой-то ударцев евгений подобрали человека такого какое отношение умеет к лагерю никогда никакого у него лагерь есть он заботится о детях нет нет а зачем пакость пакость а чем больше пакости тем больше слава от бога радуйтесь веселитесь он занимался детьми нет а вот степаненко максим это томская епархия он был председателем и как называют миссионерского отдела хотя миссионерский отдела я считаю дыра при испании сегодня не может быть но он это увидел в игры сами попробуйте возьмите детей одну неделю провозите с ними а я он готова игнати 45 лет 45 ты не два не три ребенка тысячи и не рубля государство не дало только все годы гоняли нас и ничего не могли сделать почему но это как раз и говоришь с нами бог в прошлом году на вою это суд подали на меня суд и бог сделал так ничего не могли суд отказал им в иске а штрафовать хотели меня 112 долларов получаю в месяц 112 то есть я перевожу на доллары наши деньги вот рубли и ничего и меня им отказали потому что на 19 лет возник лагерь был создан мной раньше когда была создана община и община как может нести ответственность когда ее не было еще а лагерь всегда был устав один и тот же то есть придирались и ко всему маленько отбито у крышки кастрюли эмаль была уронили у нас пол железный а все остальное деревянного то мало а главное что плите не заплетен и а у них нет пожарной безопасности а какая там гореть то нищему все глина и железо железо но найдите где-нибудь лагерь что пол был железный палуба с палубы корабля взято я был когда-то моряком вот такое дело то есть совершенно ложные были обвинения никуда разделочные доски купленные все нет не из того дерева так мы же не сами делали купили нет ну то есть как один одному говорят и можешь вот обвинить вот стол встают делать не еще подошел что напился и щашечки опрокинул на изоляторы провода идут во все стороны связь за границей все осудил осудить можно что угодно а делать вот человек зашел от степаненко он увидел и какой порядок какая стройность какое послушание 45 лет ни одного повреждения ни одного заболевания ни одной потери ребенка а у них по 14 тонет по трупам идут буквально по 95 человек под капельницами лежат пищат это далеко не все а на нас напали и показывать как дети убегают и я посмотрел ой 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 сколько в интернете этих роликов и ни одного не нашел где говорили бы все на сто процентов правильно ни одного про меня пишут вот он был баптистом я был баптистом в нашей природе по отцу по матери по бабушке дедушке до сегодняшнего дня ни одной минуты никто не был баптистом в том числе и я конечно откуда взяли что там я получил библию и друг у друга воруют пророки говорят слова крадут друг у друга но это то можно было посмотреть был я баптистом и уже ложь и далее дети у меня были как мы я их не отдал и вот они там я говорю только что там можем уйти спрятаться мы никуда не ушли я раздал детей по домам и все они это уже не видят напали на нас восемнадцатого июля шестнадцатого года а девятнадцатого я уже расформировал лагерь его не было распустил обслугу волонтеров своих повторяю от государства не рубля за 45 лет найдите такой лагерь нет такого лагеря православного трудового притом трудового в советское время даже никто не верит в разве разрешили бы кто-то и она не разрешили а он был раз десять перемещались место на место как однажды приехали районное начальство а там но они долго по полям нас искали а мы там близко около большого пруда второй мостик в низинке были не видели она не с низинки то вылезли наверх то там кузнечики летали и надо кузнечика показать я много занимался институтами этими орнитологии птицами это все я знал я очень много учился самостоятельно всех птиц по голосу по тени по контуру мог определить что это за птицы и поймать ее показать детям но это это любовь я не подъезжает ой а мы издали думаем кто это там так быстро бегает а я этого кузнечика поймал он называется может быть не по научному кардинальщик звали мы черными крылышками взмахивает а сзади а из-под них красные красные появляются они увидели меня гоняющимся за кузнечиками но еще они побыли поговорили до уехали все первый секретарь райкома партии приехал куфаев сейчас сидит тюрьме за присвоение денег краевой администрации по сельскому хозяйству алтайском крае был хороший человек даже жалко его я попутно все сказать и вот эти библии здесь я даю ответ 4124 ответа и вот немножко чтоб показать допустим о войне война какие вопросы мне задавали я отвечал в университетах по радио где вот вопрос 1568 6 том открытым оком у меня их 33 тома по 752 странице тома выше повсеместно в оправдание своих грехов и нарушений повеление христа мотфея 6 52 тогда говорит ему иисус возврати меч твой в его место ибо все взявшие меч мечом погибнут откровение 13 10 кто ведет в плен тот сам пойдет в плен кто мечом убивает тому самому надлежит быть убитым мечом здесь терпение веры святых православные патриоты приводят слова это мне вопрос такой задают представьте какие вопросы всякая душа да будет покорно высшим властям ибо нет власти не от бога существующей же власти от бога установлено посему противящиеся власти противится божьим установлением а противящиеся сами навлекут на себя осуждение ибо начальствующие страшны не для добрых дел но для злых хочешь не бояться власти делай добро и получишь похвалу от нее ибо начальник есть божий слуга тебе на добро если же делаешь зло бойся его не напрасно носить меч он божий слуга отмститель в наказание делающему злое вот я просто хочу показать это выделить это вопрос а вопрос говорит о том какие у нас шли занятия такие вопросы чтобы столько мест писания раз-два-три до крупно вряд ли какому-то тут кому-то зададут сегодня это а какой власти идет речь которая соответствует своей природе как божье установление или когда меч начальника направлено против добра и защиту зла и ведь пытаются гореть часть и кипя говорит видишь видишь про меч сказано вооружаться надо власти слушаться коли воевать пошлюсь жену и детей защищать отечество так вот должна ли церковь таком суща и верующие к словам с христа приложить все усилия чтобы остановить меч в беззаконе и каким способом вот вопрос вот задайте этот вопрос смирнову на его совести тысячи убитых которых он благословил в чечне и везде не два не три тысячи и он пытается разглагольствовать учить отзывы делать какие-то обо мне там и еще спрашивают просто обратите к суду божию ответ мой когда апостол павел писал это то на земле не было ни одного верующего царя это первое но апостолу уже тогда призывали чтить царей молиться за них 1 петра 2 17 всех посчитайте братство любите бога бойтесь царя щитите также 1 тимофея 2 1 2 это я на кафедре стою отвечаю в милиции в университетах школах на радио и так прежде всего прошу совершать молитвы прошение моления благодарения за всех человеков за царей и за всех начальствующих дабы проводить нам жизнь тихую безбятежную во всяком благочестия и чистоте но этим же правителям был дан барьер за которые они не могли переходить эти какие слова тут я им говорю барьер был дан барьер но петр и ян сказали им в ответ судите справедливо ли перед богом слушать вас более нежели бога и 1 коринцам 10 15 я говорю вам как рассудительным сами рассудите о том что говорю про меч сказано где этот меч ясно что у царствующий но там нет ни одного верующего вот этого принципа и нужно придерживаться а не засылать своих агентов и в рясах в ряды этих служителей меча и тогда будет легче бороться против проникновение агентов с мечом в ряды попов ни одной буковки нет новом завете чтобы христиане искали меч для защиты жен и детей как будто вдруг во всем мире прекратились войны и агрессии на самом же деле случилось нечто что сегодняшним патриотам в кавычках еще и неизвестно христос взял по свою защиту своих верных служителей и отныне они делаются патриотами небесного отечества о котором подробно разъясняет апостол павел и писянам послание апостола павлах 3 15 от которого и ноется всякое отечество на небесах и на земле евреям 11 15 если бы они в мыслях имели то отечество из которого вышли то имели бы время возвратить выходит что и в ветхом завете были все же патриоты небесного отечества так что же еще и до уровня этих патриотов сегодняшний не доросли ни одного слова нет в новом завете чтобы христиане начали вступать в армии своих государств и стали бы выполнять функции силовых структур выполнять приказы безбожных правителей как вот смирнов отец дмитрий на его совести море крови которые в чечне ребята погибли это все освещенные танки все время и он даже никаких балагурец сидит поп помирать не думает я о нем говорю а о нем вопрос задали да чтобы ответил ткащов или там осипов да не в жизнь они как огня боятся друг друга а мне чего бояться я писание показываю я желаю ему спасения отцу димитрия каждый день за него молюсь каждый день чтобы бог вразумил его дал веру рождение свыше у него ничего этого нету нет вон винтик в этой машине убийство этот абсурд возникнет потом когда дьявольская симфония объединение несоединимого небесного и земного эта кухня заработает от равноапостольных императоров на пользу сатане земному его царству и поощрять будут не добро мирность не брать оружие в руки а будут поощрять и награждать убийство на войне считая его и законным и похвальным по образу ветхого завета о чем известно было и афанасием я говорю оттуда верующие могут остановить это безумие сумасшествия церковных и мирских кровожадных властей своей мирной молитвой о чем кирпиан кафрагенский говорит и не участвовать в этих делах дьявола человеку убийцы и лжеца и всячески обречать этих служителей мрака в рясах которые несут даже должность по связям с силовыми структурами и казачеством безбожным я говорю как раз здесь в каждой епархии есть такие по силовым структурам ну а все которые в россии вот я сразу убираю война это смирнов отец Дмитрий а где можно прочитать полнее а вот наш сайт во свете библии и вот здесь есть к истинному православию вот я показываю к истинному православию я ткнул в него теперь открывается вот смотрите вот человекоубийство ложь ватикана говорю любите врагов ваших 299 страница я говорю вам вот это как раз то что есть вот я сейчас ткну в нее смотрите заходите сюда и сразу откроется говорю любите врагов ваших вот она кровавая больная я говорю любите вот сейчас отмедленно буду проходить дальше вот посмотрите сколько мест писания вот жирное курсивом это из библии взятые святой дальше вот эта тема идет и житья святых вот посчитайте сколько здесь мест писания и святых отцов откуда взято каноны церкви все здесь есть вот это я продергиваю смотрите зайдите вот какой материал огромный вот только тут говорить не надо такого материала нету нету объединено все но так много указаний это значит я не свое говорю отсюда то вывод какой то делается тут какой кто из святых не хотели воевать они прославлены вот все по порядку 23 апреля георгий победоносец 25 макаре желтоводский 25 июля вот никон сухой пещерский но то есть такое вот вот смотрите это все одна тема сколько здесь я 40 лет собирал материал на это я продергиваю просто считать вы не будете но просто показать какой величины этот материал когда зайдете возьмете прочитайте тогда можно будет говорить а так все говорить тогда не знает не считают это все одна тема про афганистан про чечню и все это по священному писанию по святым отцам эти как кажется книга целая вот все вот пожалуйста если человек желает узнать он узнает я ему даю теперь где показываю во свете библии православный библейский сайт зарядите в google и сразу на него выйдете а вот здесь к истину православие книга она прямо открыта ткнул только ее ну а дальше уже все понятно страница 299 я говорю любите врагов ваших даром даю даром получил но получил то даром но ушло много времени пока материал был подготовлен и все на этом я думаю так на сегодня хватит событий сейчас храм идти воскресенье вчера батюшка приехал сходил он паса попроведовал отца дионисия которому избили битами он уже вышел из палаты даже как будто бы молодой организм то палец там рука перебинтована палец сломали он когда уже лежал его еще пнули в лицо два раза примерно узнали что-то там связано женами ехали на машине там напали арестовали их дальше все на этом